Я думаю, что уже можем начинать, уже ровно время, будем пунктуальны. Всем здравствуйте, кто подсоединился сейчас и кто будет просматривать эту запись в дальнейшем. Сегодня у нас вебинар, организованный X-Aware Prosperity и нашими консультантами из Европы. Скажи конкретно, что сегодня мы будем говорить о возможностях расширения бизнеса в Европе и наши прекрасные экспертки расскажут как раз-таки все лайфхаки, все способы развития своего бизнеса, что нужно знать, как достигнуть там успеха и все-все-все интересующие вас вопросы в дальнейшем. Сейчас мы как раз видим скрин с имейлами, прежде чем мы пойдем дальше, сделайте скриншот, чтобы потом не потеряться. Ну и предоставляю слово нашим спикерам. Сразу хочу сказать, что это все в рамках нашего проекта X-Aware Prosperity AP Asia, который у нас софинансируется Европейским Союзом и фондом Агахана. Вы смотрите эфиры X-Aware Prosperity. И далее слово Дарьи. Да, спасибо большое. Всем доброе утро. Меня зовут Дарья. Я специалист персонального налогоблажения физических лиц. У меня порядка девяти лет опыта в данной сфере. Помогаю ряду фаундерам и экзекьютив коммитии и их семей переезда в Европу по всей стране. Помогаю менеджерам всеразличные аспекты международного налогоблажения, а также эмиграции, структурирование активов, вопросов наследования и так далее. И со мной моя коллега Светлана, которой я сейчас передаю слово. Дарья, спасибо большое. Меня зовут Светлана Федорова. Я как раз специалист международного налогоблажения юридических лиц. Мы работаем с Дарьей в командой очень плотно. И вы, как видите, здесь на экране у вас написано, что мы как команда обладаем действительно многолетним опытом работы с частными деньгами, с частными клиентами, с подросшенными стартапами. Я в основном занимаюсь релокацией бизнеса в Европу. Так, я думаю, что мы можем перейти к следующему слайду. Буквально пару слов сказать, в какой, скажем так, бизнес, исторической точке мы находимся сейчас. Что за нашей спиной, что бизнесы ощущают? Прежде всего, это неопределенность в отношении политической неопределенности, бизнес-неопределенности. И, соответственно, бизнесы, которые выращены в странах СНГ, испытывают волнение, свойственное бизнес-сообществу. И думают о том, как либо приумножить, либо сохранить свои наработанные капиталы, а также не только капиталы, но главное бизнес, бизнес-идею и продукты. В основном мы работаем и сфокусированы на компании так называемых SME. Это Small and Media Enterprises, средние и малые предприятия. То, что иногда считают, что это уровень стартапа, но это немножко больше, чем уровень стартапа. Это уже компании, которые имеют продукт, который достаточно успешно продается на своем локальном рынке. И теперь, когда этот продукт уже развит, у собственников, у фандеров возникает вопрос, а что будет, если такая нестабильность произойдет, и я потеряю свой продукт, именно в который вкладывал несколько лет в своей жизни. Именно вот этот тренд наметился где-то еще до ковида. И этот тренд начал развиваться в рамках расширения бизнеса на более стабильные, может быть, менее маржинальные, но более стабильные рынки с точки зрения сохранения. И если до 2018-2018 года мы говорили и часто видели, например, с Дарьей, когда работали с общими клиентами большими мультинэшнлс, что тренд на глобальную мобильность персоналу, на какие-то релокации бизнеса, открытие офисов в других рынках – это прерогатива лишь больших мультинэшнл кампанис. Начиная где-то с 2017 года мы видим, что этот тренд перевомился, и даже средние предприятия, они вынуждены мыслить глобально и действовать глобально, для сохранения своего продукта. Следующий слайд. Этот слайд просто для ознакомления. Вы видите компании, которым мы помогли реалокации. Опять скажу, реалокация – это чуть дальше. Я буду об этом рассказывать. Есть несколько вариантов, несколько типов. Но в целом, чтобы вы видели спектр наших клиентов. и компаний, которые уже прошли этот путь в последнее время. Так, теперь вот это мой основной слайд, на котором я больше сфокусируюсь, потому что это важно для себя ответить на вопрос, собственно говоря, для чего нужно реалокировать бизнес. Мы говорим о юридическом лице. Не персональная мобильность и персональная реалокация, а как бы бизнеса. Ну, первое – это такой более классический способ, который относится к экономике прошлых, как я скажу, периодов жизни бизнеса. Это когда бизнес устойчив на своем локальном рынке, понимает, что у него будет рост, но он хочет больше. Он хочет больше денег в том же стабильности, и поэтому он выходит на рынок, например, ЕС, поскольку мы работаем здесь, и выходит он в качестве торгового представительства. То есть делает такую небольшую либо компанию, либо нанимает торговых представителей, продвигает свой продукт. Это наиболее распространенный способ, который был востребован в основном раньше, но он продолжает быть востребован, но в то же время он сейчас на убывающем тренде. Этот способ – это выход на рынок ЕС через торговое представительство, достаточно простой и самый легкий способ. То есть вам, по сути, нужно найти несколько человек, открыть офис, который будет представлять ваш продукт, заниматься подготовкой продукта, сейвом, маркетингом, как правило, это происходит в тех странах, и выбор страны – это основывается на понимании, где ваш клиент будет. Если это немецкоговорящая часть, соответственно, это, например, Германия или Австрия. Если это франкоговорящая часть, испаноговорящая, значит, это, например, Испания. Ну, собственно говоря, в основном это для торговых представительств, где находится клиент, и представители, они должны быть, нейтив-спикеры на данной территории, чтобы представлять ваш продукт. Второй вариант, который сейчас в восходящем тренде, то есть тот вот выход через торговое представительство сейчас существует, но нисходящий тренд – это в основном бизнес-эмиграция. И смотрите, здесь бизнес-эмиграция тоже можно увидеть в практике разные варианты. Это может быть перевозка полностью бизнеса, например, уйти из своей родной страны и перейти в другую страну. Либо это может быть создать параллель. То есть у вас есть наработанный бизнес и в своей home country, и вместе с этим вы беспокоитесь о том, о чем мы раньше говорили, у вас есть беспокойство, и вы хотите подстраховаться, вы делаете бизнес, как бы параллель вашего бизнеса в другой стране, и чаще это европейская страна именно с точки зрения стабильности, потому что стабильный рынок. Вот это то, что мы называем бизнес-эмиграция, то, что сейчас очень востребовано – это восходящий тренд. Но в отличие от создания торгового представительства, здесь уже вы не обойдетесь каким-нибудь небольшим объемом вложений или там два человека нанять и маленький офис. Здесь уже будет означать, вот пишут, что не слышно меня. Коллеги, скажите, меня слышно? По-моему, хорошо слышно. Посмотрите, пожалуйста, может быть, у вас подключением какие-то проблемы? Продолжаю. Таким образом, вот этот вопрос бизнес-эмиграции, здесь стоит такой вопрос. Здесь уже вы не столько ориентируетесь на, где ваш будет клиент, потому что вы, если вы эмигрируете в европейскую страну, вы как бы получаете доступ ко всем. Но вам уже будет важно, где дешевле, где комфортнее, где быстрее зарегистрировать. И в этом смысле мы обычно, клиенты, которые делают бизнес-эмиграцию, они смотрят на блок Восточной Европы, Центральной Восточной Европы, потому что здесь, собственно говоря, дешевле, а выход к потребителям, он точно такой же. В этой связи, о чем, какие вещи надо обдумать? Это, естественно, выбор юрисдикции. И на выбор юрисдикции влияет, вот если мы берем Центральную и Восточную Европу, обязательно нужно понять, можем ли мы претендовать на какое-то получение, например, грантов общеевропейских или национальных грантов. И во многих странах Центральной и Восточной Европы такая возможность предусмотрена. И есть возможность получить гранты, в том числе там до 40% ваших инвестиций. Но мы должны понимать, что грант – это живые деньги. Грант – это живые деньги, которые компания получает через год, через два после запуска бизнеса. Но получение гранта нужно озаботиться этим вопросом на стадии до запуска бизнеса или в момент запуска бизнеса. То есть нельзя обратно посмотреть, предоставить документы и получить этот грант. Нужна последовательность такая компания, потом бизнес-план, разработка этого детального доказательства необходимости. Как бы нужно вложить его в этот пакет гранта. Да, на сегодняшний момент европейские и национальные гранты, они… Опять… Поможете мне? Я не понимаю, это ко мне вопрос, что меня не слышат. Я думаю, что не к вам, потому что вас прекрасно слышно. Я думаю, что Норгазин, наверное, уже разобрался со звуком. Дорогие участники, вот мы в разных странах находимся, прекрасный звук слышен. Сохраните, пожалуйста, ваши подключения. Спасибо. Можем продолжать. Плюсики поставьте, если все нормально. Соответственно, по поводу… Спасибо. По поводу грантов. Соответственно, нужно посмотреть на сегодняшний момент, например, 23-й год. Существует там два окна подачи грантов – зимний и летний. По каким программам подается эти гранты? И подпадаете вы под эту программу или нет? Эти гранты, они в разных странах разные, потому что есть национальные, а есть общеевропейские. Общеевропейские, они для компаний, которые связаны, например, с зелеными технологиями, образованием, IT и прочее. А национальные гранты, они могут разную линейку иметь. Об отличающиеся особенности всех программ грантов, это нужно сразу понять, заключается в том, что они стимулируют развитие бизнеса на уровне периферии. То есть, если вы компанию в столице, например, организуете или покупаете, да, и планируете через нее получать грант, то есть весь бизнес вести через нее, то грант не распространяется, потому что гранты, логика в этом следующая. Деньги даются на то, чтобы компании развивали и нанимали местных людей, чтобы платились налоги в местные бюджеты. А, как правило, столицы уже и так развиты, и нужно стереть разницу между столицей и, скажем так, провинцией. Поэтому здесь нужно этот момент учитывать. Ну, это не такой сложный момент, потому что даже если компания зарегистрирована где-то в небольшом городе, в каком-то центре, если вам нужно для представительства открыть бранч в столице, то это не вопрос. Ну, это такая вот особенность есть. Надо рассматривать каждый вариант существующего гранта, подаваться, соответственно, там очень четко нужно следовать тому, что вы написали в бизнес-плане, потому что возможен аудит, и аудиты часто бывают. И бывает так, что грантов одобряют, например, на 40%, потом приходят через 2-3 года, проверяют и говорят, нет, вот эти пункты мы вычеркиваем, соответственно, потому что вы, например, купили у какого-то, например, оборудования, там есть такие кремления, например, покупка обязательно у независимого поставщика оборудования. Если вы вдруг купили, например, свое оборудование, которое у вас было в Комканке, то это не пойдет. То есть как бы нужно обязательно какой-то там европейский поставщик, и он должен быть в независимости. То есть там очень много таких нюансов и сложностей, и вот на практике было, что от этих 40% там осталось 34, собственно говоря. Ну, тем не менее, 34% это тоже возврат в капитал, это очень хорошо. Скажем так, это сложно, но возможно. И нужно понимать, что тут дисциплина, потому что будут различные проверки. Другим вариантом, который пользуются компании, которые реавоцировали бизнес, это R&D deduction, вот который здесь справа сверху написано. R&D deduction – это то, что аналог в советских странах не ОКР, и я практически не знаю ни одной компании, например, IT какой-то, который не пользуется этим R&D deduction. Это там тоже нужно заявлять о намерениях воспользоваться этим супер-дедакшином. Что это дает? Сразу определимся. Грант – это живые деньги через какое-то время, как бы возврат. А R&D deduction – это период действия льготы. Это льгота, да? То есть вы просто еще раз дополнительно понижаете налоговую базу. То есть у вас нет возврата денег, кэшем. У вас идет снижение налоговой базы, и вы платите меньше. В реальности IT-компании, например, они очень сильно снижают налоговую базу практически не до нуля, но практически очень низко. И эффективная налоговая ставка в результате резко вырастает. То есть для вас это хорошо. То есть фактически эффективная налоговая ставка у вас там несколько процентов, а там не 20, не 25. Этот R&D deduction, он дается компаниям, не только IT-компаниям, но компаниям, которые соблюдают условия новизны продукта и непредсказуемости результата. То есть, например, и в этом кроется такой небольшой подвох в плане, вот, например, если это IT-компания, у нее есть какой-то разработанный продукт, который она переносит на европейский рынок, то этот продукт, он является новым для европейского рынка, несмотря на то, что он home country уже как бы наработанный. Значит, критерий новизны выполняется. Это нормально. Но, например, если ваши разработчики, которые здесь находятся, в этой компании, здесь очень важно, чтобы разработчики для R&D, например, люди, которые непосредственно связаны с этим R&D, они должны быть работниками. То есть у них должен быть трудовой контракт с компанией, которая расположена в Европе, которая будет заявлять этот R&D deduction. Это обязательно. То есть нельзя удаленщиков брать, нельзя переносить тот R&D, который там, например, в Киргизии или в другой стране. Нет. Это значит бизнес-миграция, это значит иммиграция в том числе людей, каких-то разработчиков. И их зарплата, их отчисление на налоги, это все дополнительно будет вычитаться для налога. Компания и значительно уменьшать налоговое бремя. Так вот, возвращаясь к этим двум критериям. Новизна я объяснила, что даже как бы просто продукт, который уже был разработан, но он только сейчас на европейском, например, рынке, вы только открылись, он подпадает под критерий новизны. Критерий неопределенности результата. Очень важно, потому что это как бы R&D. Вот лучший пример, например, если какие-то там баки или что-то, какие-то корректировки делать обнаруженных проблем, бакс коррекшн, вот это не является критерием, не отвечает критериям R&D, потому что ваша цель исправить ошибку. Вы уже предполагаете, что это вы работаете для того, чтобы исправить ошибку. Нет, это должно быть какой-то неопределенный результат. То есть вы разрабатываете, продолжаете разрабатывать, вы тестируете, разрабатываете новый проект. Это то, что касается R&D-детакшн. Как только вы попадаете, как только вы осуществляете вот эту бизнес-эмиграцию в виде торгового представительства или в виде ревокации бизнеса, вот это, как я сказала, создание параллели, то есть у вас выстраивается уже, вы становитесь международной компанией, у вас есть компания в своей домашней стране, откуда выросла компания, и, например, компания в Европе. Во-первых, тут нужно понять, прежде чем эту компанию делать, не только где ее расположить, но и под кем она должна быть. Должна ли быть она дочкой, например, вашей домашней компании, или вам нужно создать холдинговую компанию и под нее подвесить так, чтобы ваша, например, киргизская компания и европейская компания, они были сестры. Это тоже вопрос, который нужно решать в период именно обдумывания вашей стратегии релокации бизнеса или там расширения бизнеса в Европе. В любом случае, как бы вы ни структурировали, у вас возникнет такая тема, как трансфертные цены. Это будет для вас новая тема, потому что, когда вы находитесь в одной стране, у вас этого вопроса нет. Когда у вас есть кросс-борданные транзакции между так называемые related parties, и неважно, как они подвешены одна за одной, либо они как сестры, у вас все равно возникнут вопросы трансфертных цен, об этом тоже нужно вдумать заранее и получать консультацию. Я думаю, я покрыла этот слайд, и мы можем двигаться дальше. Так, во времени еще есть. На этом слайде много букв. Я все озвучивать не буду. В принципе, я больше человек по налоговому бэкграунду, но всегда налоги идут с юристами. Вот с точки зрения юристов, вот эти вопросы, которые как лицензионное соглашение конечного пользования, управление интеллектуальной собственностью, лицензирование, вот все, что здесь перечислено, это, как правило, с тем, что сталкиваются клиенты, когда уже начинают реально вести бизнес, и об этом уже нужно будет думать, потому что и привлекать юристов. Поэтому сохраните вот этот слайд на будущее, и обязательно получите консультацию, потому что это очень важно, соблюдать юридическое законодательство, чтобы избежать многих проблем. Следующий слайд. Так, ну, с моей точки зрения, это завершающий, наверное, в моей части слайд. Еще раз, наверное, подытожу. Для IT-компании, для подросшенных, как я говорю, уже mature стартапов с бизнесом, какие бенефиты для тех компаний IT? Это вы можете получать при соблюдении условий гранты, вы можете получать поддержку в виде R&D-дедакшена, и, как я сказала, что, в принципе, это может значительно уменьшить ваши налоговые обязательства в текущих периодах, пока вы занимаетесь R&D. Компания европейская в глазах европейцев, когда вы будете заключать контракты, например, с B2B, она рассматривается как европейская, она будет формировать дополнительное доверие к бренду. Кроме того, в Европе достаточно много вузов, которые готовят квалифицированных кадров, и вузы достаточно сложно на них обучаться, поэтому можно доверять тому, что выходцы с этих вузов, они должны удовлетворить ваши требования, и вузы, они также вот по этой же философии, чтобы не было столицы и, грубо говоря, все остальное. Есть очень много вузов на уровне маленьких, небольших городов, которые также получают европейские гранты, и подчас они, я лично видела эти вузы, они выглядят и более привлекательно, современные здания, современные лаборатории, современные библиотеки, в то время как, например, в столицах какие-то с 300-400 летней историей университеты, они получают этих грантов, и они выглядят так, скажем, со старыми, в старых красивых зданиях. Соответственно, с точки зрения рабочей силы, это очень важно. Возможно, миграция внутри, то есть, например, с балканских стран очень большой поток квалифицированной рабочей силы, это тоже очень важно. У меня, например, был клиент, который выбрал по определенным соображениям Болгарию, но при этом он не смог найти там квалифицированных людей. Нужно смотреть больше на центральную Европу и этот вопрос также учитывать, потому что ваш бизнес – это, в общем, бизнес интеллектуальный. Ну, поскольку ваш бизнес интеллектуальный, и вы хотите также нанимать таланты, не только местные таланты, о чем мы сейчас поговорили, но также и привлекать таланты из ваших стран, с которыми вы привыкли работать, это является стимулом дополнительного переезда в Европу, является дополнительным стимулом для хороших претендентов. Так что это прекрасный механизм удержания и привлечения талантов, которые существуют. Так, я думаю, что все, следующий слайд, наверное. Да, все. Теперь я передаю слово Дарье, и у нас останется немного времени для вопросов ответа. Даша. Один момент, сейчас я сделаю. Супер, спасибо большое. Меня слышно, да, теперь все хорошо? Отлично. Да, Свет, спасибо большое за корпоративную часть. Ну, разумеется, как вы владельцы бизнеса, понимаете, что для того, чтобы расшириться и контролировать процесс расширения в Европу, зачастую придется переезжать вам, переезжать вашим семьям, и также доверенным лицам и иным сотрудникам, которые являются стратегически важными для этого переезда. И с этими моментами помогаю я вам. Часто задаваемые вопросы, которые поступают от клиентов в момент переезда. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это, конечно же, на тайминг. Необходимо убедиться будет, что вы, например, не приобретаете налоговое резидентство в момент переезда в двух странах, потому что далеко не в каждой стране налоговое резидентство определяется по критерию 183 дня, и такие курьезные моменты, они далеко не теория, а действительно на практике часто встречаются. Но и также помимо получения двойного налогового резидентства можно подыграть, и здесь есть определенный скоб для налогового планирования, чтобы, например, стать нерезидентом нигде. Это рисковая часть. Я не каждому такую смогу рекомендовать, но есть определенные вещи, которые можно подыграть. О, спасибо за то, что кто-то убрал рисуночки. Открытие банковских счетов в Европе. Это, конечно, еще та головная боль, и далеко не такой легкий процесс, который бы нам хотелось. Занимает определенное количество времени. Необходимо до отъезда подобрать определенные бумаги с KYC, вооружиться трудовым договором, консалтинговым договором, чтобы показать, ради чего будет использоваться этот персональный счет. Я не знаю, насколько вы отслеживали новости прошлой недели, но прошлые выходные были, конечно, взрывными, и я уверена, многие из вас читали новости по поводу SVP, Silicon Valley Bank. Здесь и киевская часть пострадала. Я на данный момент в Лондоне нахожусь, и телефон просто разрывался от клиентов. Это тот банк, который фокусирует свое финансирование именно на стартапах, открывает счета буквально за день, в то время как другие даже хай-стрит-банки могут занимать 2-3 месяца изучения вашего бизнес-плана. Зачастую он может быть непонятен сотрудникам банка, если не представляется, как-то предугадать и рассказать буквально на пальцах, какое количество финансов и количество операций вы ожидаете. Это тоже может замедлить открытие банка. Ну так вот, и клиенты, очень многие стартапы, которые с венчурерскими фирмами работают в Штатах и в Европе, и в Великобритании в частности, они оказались в ужасной ситуации, когда могли потерять все свои средства. И, разумеется, что это нам научило, это, конечно, диверсификация. То есть открывайте многочисленные счета в разных банках не только для себя, но и для ваших компаний, потому что никто от таких вещей не застрахован. Говоря о страховке, например, в Великобритании только 85 тысяч фунтов застраховано на ваших депозитных счетах, все остальное можно потерять. И многие фаундеры переживали, рвали на себе волосы, не поймая, как они в понедельник будут платить зарплаты, например, если доступ полностью бы потеряли. Но, в частности, с СВБ все закончилось хорошо, и правительство обоих стран пообещало вступиться, но имейте это в виду. Лучше, конечно, не держать все яйца в одной корзине. Основной принцип налогобложения в Европе, который я хотела бы сегодня до вас довести, это не гражданство. А критерия, либо характеристики налогового резидентства, они могут быть разные. И именно из-за этого, допустим, вы проводите полгода в одной стране, потом две недели едете во Францию подписывать какие-то важные документы и заключаете сделки с вашими потенциальными клиентами. Так вот, для Франции при определенных условиях этих двух недель может быть достаточно, чтобы Франция претендовала на ваше общее мировое налогобложение. Поэтому с количеством дней и с установленными связями разных стран необходимо будет постоянно вам считать, подписывать календари, консультироваться, зачастую подключать специалистов разных стран, чтобы убедиться, что ваш комплайнс международный, он сделал абсолютно с учетом каждой страны, где у вас могли образоваться какие-либо связи. Почему это так важно, да, разбираться, что, допустим, вы стали налоговым резидентом Италии, Франции, либо другой страны. Так вот, эта страна, в которой вы приобретаете налоговое резидентство, будет иметь право облагать весь ваш полученный общий мировой доход. И здесь вот именно интерактив со стороной другой источника. Допустим, вы живете во Франции, в Италии, но получаете доходы от других стран, от ваших хом-кантри, например, штаты и так далее. Так вот, страна, первый источник дохода, который делает эти выплаты, зачастую будет иметь приоритетное право на налогообложение. И ради того, чтобы избежать двойного налогообложения, необходимо будет делать осылки к договорам об избежании таких ситуаций, об избежании двойного налогообложения, и смотреть конкретно, как эти условия прописаны, принимается ли пониженная ставка. В некоторых случаях налогообложение будет происходить только в одной из этих стран. И очень вам рекомендую, да, обращаться к специалистам, которые смогут вам все это по полочкам рассказать и убедиться, что корректная сумма налога, уплаченная в каждой стране. Хочу также сказать пару слов про риски формирования постоянного представительства. Это, скорее всего, станет актуальным, когда ваши компании уже подрастут и начнут зарабатывать достаточно крупные средства по определенным сделкам. Допустим, если вы как фаундер, либо, не знаю, генеральный директор, или иной специалист по продажам едет в другую страну для подписания договора, надо будет учесть, что тот факт, что сделки крупные, они совершаются в другой стране, где у вас нет представительства, та налоговая страна может посчитать это источником своих средств и, соответственно, вывести на налогоблажение. И путем, например, насильственного формирования этого постоянного представительства только ради того, чтобы корпоративное налогоблажение исправить. На это точно советую обращать внимание. Также достаточно часто те вопросы, которые я слышу от основателей бизнеса, это как же привлечь этот топовый талант, о котором говорила ранее Светлана. Первое, на что хочу обратить внимание, это опционные программы. В Европе они гораздо менее распространены, чем, например, в Штатах. Это не значит, что они отсутствуют полностью, но, скорее всего, это не будет основным таким пряником, за который люди будут идти в стартапы и в какие-то компании, которые только переезжают в Европу и еще, например, не сформировали свою репутацию. Заработная оплата, конечно же, остается номер один источником. Консультационные договоры, они, конечно, распространены, в том числе среди IT-специалистов, или вам, когда необходим специалист достаточно узкого профиля, вы можете его нанимать. Но сразу хочу сказать, здесь определенные есть фишки в налоговом тритнете, в налоговом положении. И налоговые органы зачастую обращают повышенное внимание, потому что они видят это как фейковый вариант ухода от налоговложения. Он достаточно гибкий, достаточно основан на договоренности между консультантом и самой компанией, но необходимо прям готовить такой защитный файлик, документировать все консультационные услуги, которые указаны, ведь для физлица это доход, для компании это расход. И здесь как бы у нас риск с двух сторон, что налоговая может отказать компанию в расходе, соответственно, невозможно будет уменьшить налоговую базу. Либо переквалифицировать конституционный договор в заработную плату, если будет доказано, что этот физлицо работает только на эту компанию, работает и на количество часов, имеет там, допустим, свой имейл, который относится к этой компании и так далее. В общем, конституционный договор ранее был суперпопулярным, сейчас под прессингом налоговой находится. И дивиденды, конечно. Дивиденды – это очень популярный вывод средств. Необходимо помнить, что дивиденды считаются из прибыли компании уже после налогов, таким образом не имеет возможности уменьшать налоговую базу компании на выплаченные дивиденды. И здесь есть определенные налоговые ставки, которые могут быть выгодны вам, как владельцам бизнеса, если корректно использовать именно те договоры об избежании двойного налогоположения, о которых я ранее вам упоминала. Теперь хочу несколько слов сказать по поводу особенностей налогоположения личных активов. Я зачастую работаю с клиентами из СНГ. Я не уверена по поводу ваших хом-стран, но абсолютно точно для клиентов из России, Беларуси, Украины они достаточно в новинку. Но есть такие фишки. Например, налог на дарение. Европейское и общее англо-саксонское право зачастую смотрят как на любое отчуждение ваших активов, как на реализацию. Это относится к внесению средств в компании, внесению средств в трасты и также просто на дарение. У меня недавно был кейс, когда клиенты приехали в Голландию, принимают там достаточно выгодный режим налогобложения. Но, тем не менее, для них была абсолютная новость, что в Голландии налог на дарение может доходить до 40%. И причем налоговые органы, они смотрят на статус налогового резидента, дарителя, а не одаряемого. То есть какие-то вещи, как дарение квартир, машины, финансирование близких родственников, которые остались в ваших странах после того, как вы переехали, это лучше подумать об этом всем заранее, нежели когда вы приезжаете уже в эту страну. Еще такой неприятный сюрприз, с которым можно столкнуться в Европе, и это в основном касается таких католических стран, со своей длительной историей, это налог на благосостояние. Он также называется налогом на роскошь, wealth tax. Я перейду на следующий слайд. Здесь серым указаны страны, где отсутствует налог на благосостояние. Красным указаны страны, где данный налог, wealth tax, он присутствует на только некоторые виды активов. И оранжевым указаны те страны, где налог на благосостояние, он на все твои международные активы может применяться. Например, в Норвегии на все ваши активы, то есть налогово приходят и спрашивают у вас конкретный список активов. Если все эти международные активы, включая компании, которыми вы владеете, счета банковские, дома и так далее, если они превышают 180 тысяч евро по рыночной оценке, тогда в Норвегии платится налог почти целый процент. В Испании достаточно похожая ситуация, но порог налога не облагаемый, он немного выше, равняется 700 тысяч евро, но там и сам налог может доходить до 3.75%. В Швейцарии тоже надо будет аккуратничать, и там очень распространенно, практически как в Штатах, то есть там есть федеральное налогобложение, свои правила, и плюс еще зависит от того, кантонов, в котором вы находитесь, там тоже налог на благосостояние может в некоторых местах доходить аж 88%. Поэтому надо быть аккуратным. Франция тоже интересная. Для резидента Франции налог на всю недвижимость может доходить, включая активы, которые находятся за пределом Франции, если они превышают 1.3 миллиона евро, он может попасть на 1,5% налог. Если вы владеете недвижимостью во Франции, будь то офис, либо дом, тогда такой же налог применяется, но только в отношении французских активов, если вы не признаетесь налоговым резидентом. Италия тоже интересно считает свои налог на благосостояние. Они, в частности, смотрят на финансовые активы, которые у вас находятся по всему миру. То есть, грубо говоря, каждый год будут получать от вас банковские выписки, либо в ходе международного автоматического обмена информацией, СРАЭС, я уверена, вы о нем слышали, будут собирать автоматом всю информацию о ваших банковских активах за пределами Италии и таким образом рассчитывать налог. Надо быть аккуратным. Ну и, конечно, вопросы наследования. С этим тоже, например, в России крайне редко кто сталкивается, потому что вопрос наследования, как минимум, среди близких родственников абсолютно отсутствует, но в других странах это не так. Мы так достаточно скептически шутим, что, например, во Францию с плохим здоровьем лучше не ездить даже в отпуск, потому что Франция, например, смотрит на последнее место жительства либо резиденство умершего, и таким образом, если человек становится плохо во Франции и умирает во Франции, то есть риск того, что Франция захочет налогом обложить все ваши мировые доходы по именно французским правилам. А это достаточно болезненно. Ставка может доходить до 45%. Например, 45% не распространяется на супруг, но может распространиться на ваших детей, внуков и родителей. Это тоже такой весомый аргумент. Германия, как вы видите, здесь налога не облагаемый порог полмиллиона евро, что немножко помогает, в отличие от Франции, где только 100 тысяч евро. Швейцария, Испания, все зависит от муниципалитета либо кантона, в котором вы проживаете, и от степени родства, конечно же. Так что, да, в Великобритании тоже своя история. Есть налога не облагаемый порог в 325 тысяч. На родственников это не... на супругов это не распространяется. Но необходимо быть аккуратным, потому что никому не хочется платить до 40%. С моей стороны, это, наверное, все. Удалось достаточно эффективно покрыть большинство частных задуманных вопросов от клиентов касательно переезда в Европу. Быть может, у вас есть вопросы, и мы со Светой будем рады на них ответить. Можете размьючиваться, либо в чате спрашивать, как вам удобно. Всем здравствуйте. Если у вас есть вопросы, вы можете поднять руку. В любом случае, наши контактные данные указаны на этом слайде. В случае возникновения каких-либо вопросов, пожалуйста, пишите мне или Свете, либо совместно, потому что, я надеюсь, наша презентация показала, насколько вопросы переезда компании связаны с переездом, физических лиц, и планировать лучше, конечно же, в совокупности, чтобы избегать какие-либо налоговые неприятности. Так, Аклбек, я вам включила звук, вроде бы, еще раз. Теперь сами включите звук, пожалуйста. Он у вас включается внизу. Выступил Аклбек. Если у вас не получается включить микрофон свой, то можете написать вопрос в чат. Коллеги, ну, предлагаю тогда закруглиться немного пораньше, сохранить всем время на кофе. Спасибо большое за ваше внимание. Очень приятно было иметь с вами дело. И давайте оставаться на связи. Всего вам хорошего в ваших начинаниях. Спасибо, Светлана. Спасибо, Дарья. Я напоминаю, что этот вебинар был в рамках нашего проекта AP Asia, софинансируемый Европейским Союзом и фондом Агахана. И предлагаю вам сделать скриншот данных контактов. Мы это все у себя также опубликуем на Ютубе. Ссылку и рассылки все с этим видео вы получите. Вот так. Простите. Да, у меня газ выключен. Вот. Поэтому все свои вопросы вы можете задать у нас также в Инстаграме. Мы их переадресуем нашим спикерам сегодня. Или напрямую им же на e-mail можете связываться. Спасибо за то, что присутствовали сегодня. И жаль, что у нас не получилось, да, напрямую сразу. А вот вопрос от Джессупла Кубека. В Европе при открытии юридических лиц требует нанять местных граждан. Требуется ли это? И это везде распространено или нет? Коллеги, извините, я, наверное, побегу на следующую встречу. Этот вопрос к Светлане адресован в любом случае. Поэтому всем пока. Спасибо. До свидания. Светлана, у нас вопрос в чате был. А, все, поняла. Сейчас, секунду. Да, это был бы ко мне вопрос. В разных странах по-разному, но в целом нет такого требования иметь либо среди учредителей, либо среди всего персонала нанимать только кого-то из местных. Это зависит от стран, но в основном это не так. То есть вы, в принципе, можете иметь компанию, которая принадлежит иностранцам и нанимает иностранцев. Еще есть вопросы? Участники, пожалуйста, пишите либо в чат, либо поднимите ручку. Я попробую всем включить микрофон, если вам сложно разобраться. И легче будет написать в чат. Ну, если будут вопросы, вы тогда обращайтесь либо напрямую, либо пишите у нас в социальных сетях. Светлана, спасибо большое за интересную презентацию. Я с вами тоже поделюсь ссылками. Всем спасибо за участие и хорошего вам дня. Спасибо. До свидания. До свидания. Всего доброго.